самый передовой советский мотор 60-х по стандартам бмв друзья ссылку на источник оставляю в описании вот под этим видеороликом вам говорю поехали советские легковые автомашины пользовались конечно же неплохим спросом за рубежом например к середине 60-х ежегодный экспорт машин москвич 408 составлял более 30 тысяч машин в год то есть 45 процентов от общего выпуска москвичи при вполне достойных характеристиках стоили значительно дешевле своих одноклассников что собственно и предопределило успех советских машин но уже к концу десятилетия стало очевидно что 408 существенно проигрывает в динамике и скорости автомобилю требовался новый и более мощный движок к вопросу модернизации москвич 408 конструкторы подошли конечно же комплексно специалисты мз ма незначительно переработали внешний вид они также изменили решетку радиатора сообразно моде взамен круглых приборов головного света установили вместо них прямоугольные на корме устаревшие вертикальные фонари заменили на более информативные то есть горизонтальные кроме того большое внимание уделили пассивной а также активной безопасности не кузова получили штатные места для крепления ремней безопасности панель приборов обзавелась травмобезопасными накладками а тормозная система конечно же гидро вакуумным усилителем здесь нужно понимать что модернизация проводилась конечно же последовательно по мере освоения необходимых компонентов на самом производстве москвич 412 он уже получил новый четырех цилиндровый бензиновый движок весьма передовой конструкции он резко выделился из всего типа советских скажем так четырех цилиндровых моторов а именно чем конечно же своей высокой мощностью потому что она уже была 75 лошадиных сил как следствие небольшой и довольно легкий москвич 412 по своей энерговооруженности а это 13 и 9 десятых килограмм на лошадиную силу превосходил куда более статусную волгу газ 21 и конечно же будущий газ 24 мощный двигатель не только повысил привлекательность москвича на зарубежных рынках но стал также хорошим подспорьем в автоспорте например в сложнейшем ралли лондон сидней 68 года протяженность которого была 16 тысяч километров все четыре москвича благополучно добрались до финиша что уже считается неплохим достижением еще середины пятидесятых на заводе строили все возможные гоночные машины которые помогли наработать богатый я бы так сказал опыт в создании экспериментальных высокопроизводительных движков их проектированием занимался очень опытный моторист а именно действительно специалист своего дела это был игорь иванович окунев в 64-м он разработал новый полтора литровый четырехцилиндровый двигатель рядного типа и при создании двигателя окунев конечно же вдохновлялся как вы думаете чем но разумеется легендарным двигателем от самого бмв м 11 5 однако речь шла не о слепом копировании а о творческой переработке а также адаптации передовых технических решений под отечественную производственную базу уже спустя два года состоялся продолжительный марафон на 26 тысяч километров по маршруту лондон-мехико в нем участвовало 5 советских экипажей три из которых добрались до финиша гонка проходила в очень сложных условиях из 96 стартовавших машин до финиша добрались всего лишь 23 здесь нужно помнить что спортсмены из советского союза заняли 12 17 и включительно 20 места в гонке среди разноместных иномарок москвичи чувствовали себя вполне неплохо и уверенно и все благодаря конечно же тому самому мотору который и перемодернизировал окунев двигатель получил отраслевое обозначение у за а м 4 1 2 и отличался рядом интересных особенностей например блок цилиндров из алюминиевого сплава означался сменами гильзами благодаря чему существенно упрощался капитальный ремонт дальше гбц также был выполнен из алюминия в ней расположился единственный широкофазный распределительный вал который приводился с помощью двухрядной зубчато пластинчатой цепи в движение привод клапанов а именно коромыслами камеры сгорания стали более эффективные дальше полусферический коленчатый вал стальной кстати он был не просто стальным а еще был и полноопорным это тоже очень важно помнить карбюратор двухкамерный с последовательным включением камер то есть чередование воздушный фильтр очень быстросъемный впервые это было в советском автопроме и так вот этот вот самый у за а м 4 1 2 это действительно отличный для своего того именно времени движок именно какой движок давайте еще раз посмотрим движок мощный и при должном обслуживании очень вполне так себе надежный но есть и минусы например из минусов это двигатель был очень привередлив к качеству бензина это раз и конечно же склонен к перегреву это два что уже конечно не очень то и хорошо производство мотора началось на уфимском моторном заводе в 1967 году в различных модификациях он выпускался вплоть аж до 2001 года и там и и и Продолжение следует...